Так, значит, у нас сегодня с вами седьмой модуль в теме «Если». Если в Excel. Меня зовут Сидорова Елена Владимировна, кто со мной еще не знаком, то есть вижу знакомые лица уже, несколько человек, очень приятно. Соответственно, на вебинаре тоже вижу знакомые фамилии, имена. Вот, я являюсь преподавателем центра «Специалист» уже 10 лет, старая информация, в 2011 год пошел, МСТ-тренер, мастер Excel 2000, вернее, офис 2013, эксперт 2016, офис и так далее. Значит, что дальше? Преподаю Excel 3 уровня, Word 2 уровня, PowerPoint уже теперь 2 уровня, и есть еще одна такая классная программка для создания презентации. Ну, она такая виртуальная, да, вебовская в интернете. Это Prezi. Вот, это тоже один из моих курсов. По поводу того, что мы с вами, мы делали уже по функциям, если посмотреть, цепочка была из 7 тем вебинаров. Сегодня у нас 7 уже. Вот, когда заберете вот этот вот файличек с собой, да, вы можете прям по ссылкам пройтись. Ну, я сейчас вам покажу. Это, в принципе, наш сайт. Наш сайт «Специалист.ру». Заходили же на него уже? Заходили. Внизу синюю полоску видели? Там преподаватели, выпускникам там и так далее. Так. Так вот, есть там раздел. Вот такой вот. Наши преподаватели, да, нажав на который вы можете найти любого из преподавателей, в данном случае меня, вот, и попасть на мою страничку. Здесь есть, ну, всякие там отзывы и так далее, видео раздел. И вот здесь вот те видео, те семинары, которые я проводила, те, которые уже выложили, есть среди них про Excel, вот первый, второй, третий, четвертый модуль. То есть можно будет посмотреть, посмотреть, о чем говорили. Что еще интересного здесь есть? Обратите внимание вот на это, на это название. Правда, его немножко подрезали. Это применение функции категории, информационная категория или проверка свойств и значений. Это всякие функции типа Е пусто, Е не пусто, Е текст, Е не текст, Е ошибка там и так далее. Классные функции, проверяющие значения в ячейке на наличие ошибок, на текстовости, на числовой форматом и так далее. Вот, и что с ним можно делать? Можно использовать в условном форматировании, в проверке данных и так далее. Вот как раз семинар был о том. То есть так, на всякий случай. Если кого-то интересует статистика, в Excel есть классная настройка, которая называется пакет анализа. Тоже был семинар, давно уже, половину я уже сама забыла, на самом деле, о чем говорила. То есть там корреляционный анализ, ковариационный анализ, дисперсия и так далее. То есть все, что со статистикой связано, там тоже есть. То есть можете смотреть. На самом деле не только я провожу вебинары и семинары по Excel, там у нас много преподавателей. Сергей Ожиганов, Ольга Кулешова, Инна Романова. Можете спокойненько заходить смотреть. Вот. Итак, мы сегодня будем говорить о функции «Если» внутри формул массива. Но сначала, естественно, мы поговорим о том, что такое массивы, чуть-чуть затронем, чтобы вам было понятно, как с ними работает, ну и, соответственно, о том, какая особенность функции «Если» внутри массива. Значит, файл, с которым я буду работать, к сожалению, он не выложен нигде, но на самом деле половину будем делать вместе. Ну, то есть те, кто сидит дома, есть возможность поработать, соответственно, можно вместе со мной. Итак, что такое массив? Вот. Те, кто ходил на третий уровень или пройдет, наверняка, ну, если ко мне попадет, наверняка услышит такую фразу. Массив – это то же самое, что в математике матрица. Слышали про такое? Да. Вот. С массивами в Excel мы работаем как с матрицами в математике. Вот. Матрицы бывают какие у нас? Нульмерное – это одно значение, одно число, там, какое-нибудь там, 4, например. Одномерная матрица типа строка, допустим, там, какие-нибудь 1, 2, 3 и так далее. Одномерная матрица типа столбец, какой-нибудь вот такого цвета, ну, допустим, 23, 40 и так далее. И двумерная матрица типа таблица. Вот. С этими матрицами, точно так же, как и с массивами в Excel, мы выполняем какие-то операции. Стандартные. Умножение, сложение, вычитание, деление там и так далее. Можем делать что? Ячейку умножать на строчку, ячейку умножать на таблицу, строчку умножать или складывать со столбцом, и столбец с таблицей или строку с таблицей. Важно иметь правильные наборы. То есть, допустим, если у меня есть столбец и есть строка, результаты вычислений, например, суммирования этих данных, будут являться каким диапазоном? По виду. Ячейка столбец, строка таблица. Ну, мерная таблица, да, то есть 4 столбца и сколько-то строк. Вот. В массивах это очень важно, знать, какой по типу и какой по размеру будет массив, потому что с выделением мы всегда начинаем эту операцию. То есть мы выделяем, потом пишем формулу. Кстати, а кто знает, как эту задачку, допустим, сложение решить без формулы массива? То есть сложить или умножить. Давайте умножим, потому что значок закрепляется быстрее. А если 23 умножить только очередное на каждое число? Так. Да, да. И закрепить. Как? Через F4. Абсолютную ссылочку. Закрепить строку. Так. Закрепить строку, ну, для доллара поставить. И протянуть. Ага. То есть равно вот это 23 умножить на C11. Так. И закрепляем мы C, ну, доллар перед... Вот так. Да. Да. Получается, если мы хотим... О, да. Значит, смотрите. Если идем сюда, то все хорошо. А если идем сюда, то хуже. Почему хуже? Ясно. А что это у нас? 1, 2 и 1, 2. Это нечестно. А то получается некрасиво. Видно, что происходит? То есть у нас B съезжает, и, соответственно, мы берем данные соседней ячейки слева, и у нас не получается правильная ситуация. То есть здесь идейка была правильная, со строкой все хорошо, а вот ячейку B12 нужно фиксировать по столбцу, чтобы столбец не съехал. И тогда у нас с вами получается вот такая правильная картина умножения двух значений. Столбец на строчку. Так вот, формула массива позволяет писать такую формулу, что мы не задумываемся о закреплении, потому что крепить ничего не нужно. Там вся идейка заключается в том, вы выделили таблицу и написали формулу. Берем все сразу данные в столбце и умножаем последовательно на все данные в строке. А завершать ее нужно эту формулу особенным образом. Формула массива завершается нажатием на три клавиши одновременно. Это Ctrl-Shift-Enter. Если вы завершите как обычным образом, допустим, на Ctrl-Enter или просто на Enter, у вас будет формула записываться как обычная и копироваться как обычная. То есть опять пошли закрепления. Вот эти вот. Вот. Значит, мы посмотрели, как столбец умножается на строчку. А теперь еще одно действие делали в математике. допустим, столбец нужно умножить на данные в таблице. Я сейчас их вставлю прям как значение, чтобы не сохранить формулу. И результатом этого действия какой массив получается? Когда столбец умножаем на таблицу. замечательно. С Максом очень хорошо. Да я попробую сейчас сама. Так. Слушайте для семинара вы чего-то молчите у меня, что вы другое окошко видите. Так. Сейчас, секунду, я посмотрю, какой монитор. Вот этот нужен. И запись главная идет. И все молчат. Ладно. Итак. Значит, столбец умножается на таблицу. В результате получается диапазон типа какой? Типа таблица такого же размера. Но я сюда вправо пойду. Значит, 4 столбика и столько же строк. И дальше простейшая формула для нас. Столбец умножить на таблицу. И массив Ctrl-Shift-Enter. Вот такая табличка результатов у нас получается. Я уже вроде бы это переключила. Я думаю, что теперь хорошо. Спасибо. Вот. Значит, что мы получили? Мы 23 умножили на 23, получили 529. Потом 23 на 46 получили 1558. Ну и так далее. То есть построчно на 23, потом на 40 каждый из вот этих позиций умножили. А еще мы можем с вами складывать. Суммировать произведение столбца на таблицу. Это тоже когда-то в математике если делали, то решали такую задачку. Очень сложно было, потому что большущий огромного размера лист должен быть, чтобы все вписать, все эти действия. А здесь смотрите, какая фишка простая. Видели? то есть мы да, это сумма произведения, но у суммы произведения ограничения только на произведение. А здесь мы еще можем дописовывать, что там делить и так далее. То есть сумма произведения вот этих вот двух массивов. Если интересно, давайте проверим вот, правильно ли мы получили. И на значение одинаковое совершенно. Вот. и на основе вот этого действия мы на третьем уровне Excel решаем формулы массивов. То есть вот эту вот идейку рассказываем, соответственно, как работаем с массивами, как работаем с матрицами, какие действия можно выполнять и на основе них уже можно решать какие-то задачи. Так вот, мы сначала посмотрим вот такую задачку. Есть у нас исходный диапазон какой-то, пока минимальный. и нужно сделать следующее. Сначала просчитать сумму, ну, допустим, произведения цену на количество и за минусом скидки. В обычных задачах мы делаем это как? Мы создаем новый столбец. Там считаем цена умножается на количество. Как скидку учесть? единица минус скидка замечательно. То есть единица минус скидка единица это 100% для тех, кто забыл. И получаем проценты. Ну, понятно, что последняя чечка формат притянула к себе, поэтому формат общий, вот какие-то числа получили. А дальше берем и суммируем. Получаем вот такое значение. Что при этом происходит? мы добавили новый столбец, а может быть он нам визуально и не нужен здесь. То есть нужно нам сумму получить и все. И что можно сделать? Вот тогда можно прибегнуть к формуле массива. Берется автосумма, а дальше вот ту формулу, которую мы прописывали в отдельной чеке, пишется для всего массива. Берется с нам всем цены, умножаются на все количество, понимаете, что он при этом последовательно будет построчно это все перемножать. И дальше это все умножается на ту же скобочку 100%, то есть единица минус вот эти скидочки. Завершается как массив Ctrl, Shift, Enter и смотрите, точно такое же значение в ответе. Сильно затемнило. Давайте вот так посветлее. сравнили? То есть что мы формулой массива добиваемся? Мы уменьшаем, упрощаемся, уменьшаем занятое место на листе, лишними столбцами мы не заполняем это все, но зато получаем какие-то конкретные значения. Вот, это основы. А теперь формулы массива мы еще применяем для того, чтобы обработать виртуальный так называемый массив, которого нет на самом деле, применив нестандартное сочетание функций. Вот, вспомните функции сумм если или сумм если мы не вторая вариация. Использовали когда-нибудь? То есть просуммировать допустим цены, ну, давайте так, количество, если поставщики у меня встретится какой-то конкретный поставщик. Это сумм если. Среднее значение если узнать среднюю цену, если поставщик какой-то. Но узнать минимальную цену или максимальную цену для какого-то поставщика мы не можем, потому что функции мин если и макс если в экселе не существует. То есть смотрите, задача максимальную скидку я посмотрела. давайте скидочку. Максимальная скидка вот этого поставщика. Каким образом она формируется? Первое, что мы должны сделать, мы должны сформировать какой-то диапазон, который будет показывать скидки только этого поставщика. И для этого мы применяем функцию если поставщик нужный нам, то мы берем скидку, а если нет, не берем. Вот не берем мы говорим в экселе такими значениями, как ноль или текстовую пустоту две кавычки или применяется еще одно, но оно применяется только для графиков, это значение решетка НД. То есть данных нет просто для этого условия. Решетка конечно с переключением. Вот у вас сейчас глаза разбегаются на экраны туда-сюда, а у меня тоже на два экрана, поэтому там раскладка здесь решения. Русский. Опять русский, да что, шутка? Опять русский. Так. Решетка НДМ. Вот такой вариантик. Но это только для графиков. Для формул мы обычно применяем либо ноль, либо пусто. Так вот, значит, что нам нужно сделать? Сначала через дополнительный столбец посмотрим ситуацию. Итак, функция если. Если кто-то работал с этой функцией, наверняка помнит порядок. Если выполняется условие, то делай так, иначе делай по-другому. Условие у нас ставится какое? Если поставщик тот, который нужен нам. Итак, если поставщик конкретный равен вот этому поставщику, который мне нужен, ну, ячейка фиксируется для копирования, то это точка запятой, то мы берем нужную нам скидку. Вот она, Е2. а иначе ну, давайте я поставлю пока 0. А иначе 0. То есть скидки нет. Значения получаются в общем формате. Если мы применяем к нему процентный формат, мы получаем то же самое, что вот здесь, но только для данного поставщика. Понятная идея? А теперь нужно найти минимум. Кто-нибудь проблемку видит изначально уже? Да. Видно? То есть была хорошая идея, но она некрасиво работает на минимум. Поэтому в формуле нужно сделать замену. Вместо 0 ставятся две кавычки. То есть текстовая пустота, минимум, максимум, сумма, среднее значение на текстовую пустоту не реагирует. она проходит точно так же и сумма. Они проходят мимо. Поэтому в данном случае уже минимум будет 2%. Вот. Но а нам-то бы нужно сделать что-то так? Не видно? Ручку. Пожалуйста. Держитесь. Итак. А, доллары. Доллары обозначают фиксацию. Да, да. То есть почему мы B2 не зафиксировали? Потому что цены или чего у нас там? А, поставщики у нас при копировании вниз меняются на B2, B3, B4. А вот эту ячейку мы зафиксировали, потому что при копировании вниз формулы мы должны остаться все время в этой ячейке. Поэтому применяется фиксированная ячейка. Абсолютная ссылка. Так вот, наша задачка сделать то же самое, посчитать минимальную скидку по нужному поставщику, но не создавая вот этот столбец. И работает это так. Мы включаем функцию min, то есть мы будем минимумом обрабатывать диапазон. Диапазон, который будет формировать функция если. Поэтому min функция, а внутри функция если. и мы начинаем этот диапазон создавать. Таким образом. То же самое условие, только берем все сразу. Итак, если все поставщики равны вот этому конкретному формулу я копировать не собираюсь, поэтому фиксация не нужна, то то мы берем все скидки сразу махом рассматриваем. А иначе и мы уже знаем на что правильно заменять. На кавычки, на две кавычки. Скобку для если закрыли, скобку для min и ctrl shift enter говорит о том, что это массив. Соответственно здесь еще формат опять же назначается процентный. Сравните две ячейки. совпадают значения. А столбец вот этот уже не нужен. Как вам идея? Замечательно, да? То есть не надо создавать новые столбцы, тем более, что если вам нужно допустим проанализировать каждого из поставщиков, представляете, для каждого поставщика по столбцу, а их там у нас штук 50, 50 столбцов в таблице. А здесь всего лишь формулу правильно написать. Ну соответственно я ошиблась не в той чеке написала. Максимум как считается? Точно так же, да. То есть мы берем max максимум и максимумом обрабатываем функцию, вернее диапазон какой? Через если. Да, если что? А все то же самое. Если среди поставщиков встречается равно вот этот конкретный то мы берем скидки. А иначе и снова пустота. Пустота здесь лучше потому что в максимум в принципе ноль хорошо сработает. Потому что ноль и положительное и положительное больше. Но мы берем чаще всего кавычки потому что не хочется задумываться ноль там получится ноль пусто и пусто нет значит нет и снова процент то есть минимальная скидка была 2% максимально 38,63 что? Ну-ка а сейчас давайте посмотрим самая нижняя а здесь подождите нет это интересно кстати а почему сейчас подождите сейчас сообразим а мы фиксировать и не должны еще раз если поставщик вот этот конкретный то Е2 Е23 очень интересно кстати нет мы формула уже не копируем а все я я же завершила формулу как обычную вот хорошо что обратили внимание кстати да 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 кстати как узнать какой вариант вы используете если вы завершаете как формула массива вокруг формулы появляются фигурные скобки вот это значит формула массива если фигурных скобок нет вы завершили эту формулу как обычную и значит диапазон рассматривается как обычной формулой то есть он проверяет смотрите обычная формула всегда проверяет текущую строчку то есть он проверил это протек да скидку посмотрел два а все остальные он не рассматривает на это условие он берет их все как есть поэтому максимальная была 38 вот такая вот особенность итак мин если макс если понятно хорошо тогда еще один вопрос я взяла тут побольше позиции из той же таблицы ну то есть здесь несколько столбиков и у меня вопрос такой а как бы мне узнать допустим сумму для поставщика вот такого-то и для какой-то аптеки конкретной то есть двойное условие сцепить что сцепить условия в смысле соединить их если вот это и это да если если это когда мы проверяем два условия и даем три разных варианта ответа если много к сожалению такой функции не существует сумм если мэне есть сэр значит если мэне есть счет если мэне есть кстати если мэне существует триста шестьдесят пятом офисе и скорее всего его вынесут в девятнадцатой как функцию но пока мы ей пользоваться не можем потому что в девятнадцатом еще никто не работает а в триста шестьдесят пятом не все вот поэтому мы должны пользоваться стандартным набором когда у нас несколько условий мы их объединяем логически логическими связками это функции и или то есть или одно или другое или третье а и когда и первое и второе и третье выполняются разом вот хорошая идея давайте попробуем ее сначала на обычной формуле посмотреть сейчас я вот это уменьшу значит если нам нужно чтобы одновременно условия выполнялись и поставщик такой-то и аптека такая-то значит это если и и так если и если и и аптека давайте могу диапазон сразу чтобы на так стоп чтобы на формулу массива потом легче было перейти попробовать так если диапазон здесь уже фиксировать будем будем содержит значение допустим мне нужна 17 аптека поэтому я возьму значение вот отсюда пока тоже фиксированное второе условие поставщик тот же диапазон фиксированный равен допустим вот этому ООО ФК Пульс фиксированному и так если эти условия выполняются скобочка закрыта делаем выводы то то беру сумму а иначе кавычки пусто замечательно и это пока формула обычная потому что мы сейчас формируем столбец из нужных нам сумм то есть в каждой строчке своя сумма будет вот она формула без проблем сейчас быстро сделаем это можно не совсем чуть-чуть чуть-чуть так 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 получилось хорошо и так с обычной формулой у нас все получилось ну по диапазону минимум максимум найти понятно да легко теперь давайте попробуем эту же формулу я его так скопирую через строку формулы знаете да как копировать то есть вот когда вы стоите в ячейку строка формул вот она выделяете копируете эскейпом уходите аккуратно и потом вот в другую ячейку вставляете вот это копирование не такое как скопировать столбец и вернее ячейку и вставить вот сюда здесь смотрите здесь у нас получилось одинаково потому что мы каждую диапазон фиксировали заранее вот если бы он был не зафиксирован он бы скопировался со сдвигом вправо вниз влево поэтому если вы хотите любую формулу скопировать без сдвига копируйте через строку формул в строке формул выделили скопировали эскейп и вставили в любую ячейку неважно куда даже можно она не стирается тогда если да это безопасный выход аккуратно уйти не измени формулы уйти из ячейки да да я тоже итак значит скопировали формулу давайте попробуем сейчас применить к ней функцию ну допустим max ей же такая как в прошлый раз и завершить массивом ctrl shift enter видно и и ничего не получается вот не получается потому что он сейчас вот эти два условия начинает выполнять у себя в памяти как единый массив и не может два столбца в один слить и соответственно выполнить два условия на него поэтому здесь можно немножко схитрить хитрость заключается в следующем вместо и мы применяем может слышно такое выражение и логическое это логическое умножение а или логическое это логическое сложение да да это оно так вот значит смотрите вместо и вместо и можно вот здесь так не здесь немножечко придется переписывать немножко можно поставить логическое умножение только здесь смотрите какая штука если выполняется условие по что у нас там по аптекам и здесь даем сразу вывод то берем суммы фиксиров да фиксированные скобочку закрываем иначе можно не писать если не будем писать он будет считать как ложь ложь тоже в принципе применяется а вот дальше ставим умножить умножить и вторую если подключаем если выполняется условие второе то вопрос вот здесь то что можем мы еще раз сумму брать то есть у нас сумма уже есть если аптека такая сумма показана если мы еще и по поставщику сумму покажем он будет перемножать эти суммы получим квадраты а нам нужно сказать либо мы ее оставляем а умножение на единицу не меняет значение либо мы ее затираем тогда тогда умножение на 0 то есть число на 0 0 да число на единицу число итак тогда единица тогда единица а иначе вот с нулем здесь аккуратнее хорошо максимум а с минимум нулевое значение поэтому здесь тоже можно оставить кавычки например вот ну и давайте попробуем посмотреть что у нас получится во первых со скобками разберемся вот это если открыто закрыто вот это если открыто закрыто макс открыт закрыт значит вот эта скобочка лишняя у меня осталась массив о где-то начал ругаться сейчас а а вот здесь вот закрыта она рано вот она то есть вот здесь если заканчивается а потом уже скобка чего три да раз два если же так сейчас здесь возможна ситуация вот этот не получился а возможно еще и другое сейчас пока попробуем вот так то есть не всегда хорошие идеи вообще на самом деле работают значит смотрите да 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 сейчас сейчас мы ее откорректируем и обязательно обязательно так значит смотрим а что у нас с h2 почему h2 а это условия условия совпадают так значит давайте еще раз если c20 c480 это аптеки все содержит значение аптека номер 17 то мы берем вот эти суммы то есть по каждой 17 аптеке мы отобрали суммы получили либо числа либо пусто а дальше мы должны добавить второе условие которое выполняется одновременно поэтому мы поставили умножение второе условие у нас по поставщикам если среди поставщиков содержится вот этот поставщик то истина то единичка что а да да и если оба получается так если это условие выполняется и это условие выполняется то мы вот эту сумму перемножаем на единицу и должны получить сумму да а иначе а иначе вот здесь замена замена на кавычки замена на 0 замена на решетку на этом и так далее скобочку первую вторую закрыли массивчик то есть вот здесь для первой строки он работает ниже умножение это значит умножение это логическое умножение это одновременное выполнение если и это логическое умножение почему нельзя было например чтобы не менять там условия не менять я не помню что там было не единица а другое не помню 0 там было и 2 там было а там там было вот это значение но просто его перенесли в первую ну вот вот это не менять вот это как вот есть почему нельзя было вместо вот этого знака умножения поставить еще раз ну не еще раз поставить а перенести вот это и вот как бы я поняла значит смотрите да я поняла функции Угу, функция и, функция и в логике, она пишется всегда перед условием. Вот это как раз мы на втором или на третьем вебинаре рассматривали, да, то есть там логика какая. Мы говорим по-русски как? Условие первое и условие второе. В логике так писать нельзя. Мы сначала даем связку, а потом через точку запятую перечисляем все условия. Поэтому и либо впереди, либо между ними тогда умножить вместо и. Вот, здесь такая ситуация. Вот, значит, здесь так, так, так. То есть одно значение у нас с вами получилось. Теперь смотрите дальше. При копировании все нормально. Так, и у нас с вами, давайте посмотрим. Средняя 7, сумма такая-то. Пусто на пусто дает значение. Пусто на пусто дает значение. То есть все-таки нули. Тогда нули. А если знач... Все правильно. Если знач... Ошибка, если значение... Если ошибка, то ноль. Функция, если ошибка. Не если ошибка, а если ошибка, которая конкретную ошибку говорит. Значит. ЕОЖ, в смысле. ЕОЖ. Ну там аккуратно с ней надо работать. Кстати, хорошая идейка. То есть, то есть, то есть, то есть, то есть. Но у нас получается как? Создается массив из чисел и из ошибок. Да, сначала на ошибке чисел, а тема. Сначала ошибки, потом... Так, хорошо. Здесь, знаете, какая ситуация? Здесь очень хорошо иногда работает вообще без... Без... Вот. Но иногда начинаешь настолько... Так, единицы, да? Запутанное все вот в этой логике. Что? Ну, здесь хорошо работает. Если мы... Если мы... Вообще странно. Странно на самом деле получается. Буквально могу сказать следующее. Буквально вот за 20 минут до вас задачка решалась. Вот здесь... Такое бывает. Такое бывает. Причем формула совершенно одинаковая, да? Вот. Что-то не срослось у нас здесь. Без разницы. Нет. Нет. Давайте сейчас пока... Я в голове буду еще прокручивать, пока буду рассказывать. А, кстати, у нас еще и время заканчивается скоро. Вот. То есть, смотрите, какая ситуация. Мин если, макс если на одно условие работает вообще идеально. Как только мы начинаем прокручивать 2-3 условия, то здесь нужно вот эту логику читать. Где-то получается, где-то не получается. Кстати, если попробую, допустим, плюс поставить, может быть... Просто сейчас уже пошел чисто технический, да, эксперимент. И все равно одно и то же, да? Ну, отлично. Так, сейчас мы диапазончик раз фиксируем, чтобы он мог поработать как обычный. Вот с обычными там вообще все замечательно. Так, смотрим, что у нас здесь получится. О, видно? То есть, или почему получилось больше? Потому что мы сказали, либо аптека такая-то, либо поставщик такой-то. Если мы возьмем и поменяем здесь плюс на умножить, и здесь единичку, естественно, я же поменяла на 0, то у нас остаются вот те же самые, видно? То есть, вот то, что мы написали в первом случае через и, вот здесь вот, и то, что здесь написано через умножение, это одно и то же. Вот, почему он не сработал сейчас в массиве, это надо разбираться, сидеть. Если кому-то будет интересно, вы можете мне написать письмецом, да, и потом оставлю почту. И я обязательно разберусь с этим буквально, наверное, сегодня вечером. Ответ точно будет. А, да, конечно. Да, я проверяла. Я проверяла. То есть, и с массивом, видите, и без массива. Давайте попробую все-таки, я допишу еще сюда. Функцию. Ну-ка, а сумма, кстати, сработает, нет? Сумма. Массив. Ну-ка. О, а сумма получилась. Вот она. С суммой хорошо. Так. Почему Макс не сработает? Макс. Сейчас возьмет и сработает. Все. Чего там было, непонятно. То есть, уже ничего не изменяло. Видно, да? Фиксацию убрала. Да. Фиксацию убрала. Но это не должно было повлиять. Ну, значит, повлияло. То есть, еще раз, да, что мы получили. Если в диапазоне аптек встретится конкретная аптека, то мы берем ее суммы. А дальше второе условие добавляем. Если поставщик идет конкретный вот этот вот, то мы значение берем как истина эта единица, а иначе, но с двумя кавычками лучше, наверное, тоже умножение и сложение не использовать. Хотя, он никогда не реагировал раньше. Поэтому я просто убрала. Он читает как недописанную ложь. То есть, либо единица, либо ложь. А логическая ложь, это для него то же самое, что ноль логически. Поэтому умножение там нормально работает. И, соответственно, если еще и поставщик совпадает с нужным нам, то мы это значение умножаем на полученную единицу. Если не совпадает, то полученное значение умножаем на ноль. И поэтому он эту сумму не использует. Ну, а потом в полученном диапазоне мы применяем функцию max. Я с минимумом аккуратна, потому что минимум может здесь выдать ноль. То есть, здесь можно вообще промахнуться. Поэтому min я никогда здесь не рассматриваю. Вот видно? То есть, ноль. С max хорошо работает. Вот. Отлично. Значит, у нас все с вами срослось. И теперь немножечко еще в окончании. О чем мы поговорили? Чуть-чуть о массивах. Это Excel 3 у нас на курсах рассматривается. Автозаполнение. Нет, когда вот эти вот маркером протягивали. 1, 2, 3, 4 и так далее. Первый уровень, соответственно. Удаление дубликатов я вам не показала вместе с выпадающими списками. Но здесь те, кто был у нас, наверняка помнят. Вот. Для тех, кто не был, покажу. Когда я использовала выпадающие списки и удаление дубликатов, чтобы создать вот такую вот картинку. То есть, что здесь получается? Берется весь набор поставщиков. Копируется. Я создала новый лист. И вот сюда вставила, чтобы он нигде не мешался. Затем в этом диапазоне на вкладке данные есть кнопка под названием удалить дубликаты. И остались только уникальные записи. А потом на основе вот этого списка, я на другой лист переходить не буду, через инструмент проверка данных, это тоже курс второй, создается список на основе вот этого диапазона. Ок. И вот он, списочек наших поставщиков. Вот. На втором уровне мы рассматриваем еще подробнее создание, чтобы новые элементы автоматически попадали вот сюда в этот список, чтобы данные подтягивались с другого листа. Вот. Независимо от версии Excel. Вот. Потому что в 2007, например, версия Excel не умел подтягивать данные с другого листа. То есть ему нужно было, чтобы источник находился либо на этом же листе, либо мы там присваивали имя ему, через имя вытаскивали. А на третьем уровне мы рассматриваем зависимые выпадающие списки. То есть, допустим, вот конкретный поставщик, у него есть список конкретных товаров. Чтобы когда вы выбираете вот здесь вот поставщика, вот здесь рядышком выпадал список товаров, которые они нам поставляли. Зависимые выпадающие списки. Тоже интересная тема. Вот. Далее. Функцию если на втором уровне, как основу рассматриваются. А мин, если и макс, если по парочке примеров мы рассматриваем на третьем уровне. Минимальные оклады для мужчин и женщин, минимальные оклады в отделе, максимальные оклады в отделе и так далее. Вот эти вот картиночки. Не помните? Или вы не ходили? Ну, понятно. Я просто думала, что с третьего уровня ходили и не помните задачку. Вот. Это то, что мы с вами рассмотрели и что мы применяем на каких уровнях. Ну, дальше. С вашего разрешения маленькая рекламка. Самая рекламка, да. По курсам. То есть часто спрашивают ближайшие группы, да. Ну, то есть Excel второй, третий, PowerPoint, Dispress, дизайн презентации, Excel. И где-то там в начале ноября еще будет курс по Prezi. Если интересно. Вот. Когда там ближайшие, по второму Excel? По второму Excel, ближайшие восьмого. А, ближайшие. А еще у нас 23-го. 23-го. Дизайн презентации, это наша программа идет. На PowerPoint. А, можно называть PowerPoint. Да, да. PowerPoint первый уровень и дизайн презентации. Dispress, это у нас просто котировка такая. Это PP, PPG какая-то, да, идет. А, время у каждого, это какие-то дни конкретные? Нет, это время, это с 10 до 17-10 или с вечернее, с полосемього до полдесятого. С 10 до 17-го это выходные или? Они в рабочих днях тоже бывают. То есть по датам, смотрите, допустим, вот 17-й и 24-й это выходные. Два выходных, да. 19-й и 20-й это два дня подряд, это будни. То есть либо два дня подряд, либо через выходные. А анализы визуализации данных? Это третий. Да, это третий уровень, кстати, очень интересный. Вот кто-то ходил уже в курсе. Вот там и диаграммки интересные рассматриваем, формулы массивов. Нестандартные варианты использования ВПРов, индексы. Это какой уровень? Это третий. Визуализация, да, анализы визуализации. Там же прогнозирование, да, поиск позиций. Да, очень классные курсы и по формулам. Визуализация диаграммы графики, да, необычные. На основе стандартных мы рассматриваем нестандартные. То есть с дополнительными настройками диаграммы торнадо, водопады, термометры, ганта. С динамическими элементами управления. Типа флажок поставили, линия есть. Флажок сняли, линия исчезла с графика. То есть элементы управления. То есть интересно, да. А можно посмотреть, вот сейчас на данный момент не подходит, на часы, не... Вот где дальше можно посмотреть? А, дальше... Как заходим в фамилию и дальше... Да, 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 да. Можно смотреть, как... Можно смотреть. То есть там же у нас все с вами есть. Да, ну и если вдруг, да, контакты какие-то нужны будут, телефоны есть, и адрес почты тоже есть. То есть можно будет писать, вопросы задавать там. На сайте не найдете, напишите, скажите, какая ближайшая группа, я вам напишу, когда. Вот. Ну, на этом, да, на этом мы будем с вами заканчивать. Единственное, я вас попрошу сейчас на листочке фамилию написать свою, чтобы я там пометила, а то... А у вас электронную почту вот этот файлик... Да, 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 и электронную почту можете рядышком написать, кому файлик нужен.